так всем привет постараюсь по существу как перепрошиться на конечно же это asus фонпад и здесь 7 вот здесь максим сиро говорит что он не знает как перепрошиться я думаю таких как максим много поэтому как перепрошиться вы заходите в любой браузер какой вам удобно открываете вкладочку вкладочки вводите google это обязательное условие вот google.com лучше всего вводить поэтому что это самый рациональный и самый интернациональный ресурс вот вот ну меня переправляют на комьюай но это не страшно вот что нужно ввести вам нужно ввести 4pda английскими точка ру ну или можно без . ру ну и ввести то что вы видите asus фонпад 7 hd прошивка 4 4 2 вот сразу же вас первая ссылочка будет asus фонпад 7 официальная прошивка вы заходите сюда открываете это я вам скину куда вам нужно заходить смотрите вниз под этим видео будет ссылочка далее сейчас вот далее смотрите спойлер называется официальные прошивки он идет после спойлера драйвера и утилиты вам нужен этот второй спойлер нажимать на него сейчас догрузится догрузится страничка и вот андроид выбираете себе 4 4 качайте смайл ru или 636 или 642 или же если вам нужен старенький делаете просто снеги можете качать или смайла я похоже это уже говорил об этом mail или мега да говорил в одном из видео уроков вот любое из этих вещей вы нажимаете например скачать смайл ru 642 вот она вам появляется да но это объявление так поэтому извините это . zip видите здесь пишет . zip это обновление прошивки вот вам нужно не объявление а сама прошивка думаю это должна быть она сейчас внимательно здесь пишет мулько оэ то есть улк 002 в 636 0 user . zip 945 мегабайт то что он весит почти гигабайт это хорошо но плохо то что это . zip потому что . zip это не тот файл который нам нужен нам нужен файл который называется . raw поэтому этому вам нужно зайти вот сюда android 4 2 4 3 я например сейчас выделил 4 2 вот сейчас выделяю 4 2 это ссылочка и нажимаете или нажимаете или на магу или на мая вот здесь мая здесь мая ну в общем мая уже три раза открылся вот смотрите что здесь пишет здесь здесь вверху мая утра да да пол даби даби юзер версии 324 . raw . и вот что нам вам нужно вам нужно именно это чтобы здесь писала . raw потому что raw это имидж файл который покроет то есть полностью удалить вашу прошивку со всеми всеми данными поэтому если вам нужны хоть какие то данные которые находятся на вашем девайсе вам нужно их куда то себе синхронизировать в интернете через там one drive от гугла mail.ru то есть этот ну облако от mail на него можете закинуть свои файлы или в такое приложение как саундбокс или что то такое вот в общем все которые вам нужны файлы просто скидывайте себе на компьютер с помощью юсб шнура или через bluetooth если у вас работает bluetooth или еще каким то другим способом который себе найдете можете даже скидывать прямо в контакте если вам удобно все свои файлы можете скинуть они все будут в базе данных этого сайта и вы сможете их найти ну это делается с помощью прикрепить документ и это документ когда вы прикрепляете и отсылаете хоть кому-либо он уже автоматически становится на сервер например вот смотрите тут внизу есть тут внизу есть такая такая штучка которая называется прикрепить ну тут по-польски пишут и тут можно вот документ вам нужно выбрать документ и вы будете прикреплять документ со своего с компьютера на или же такое же самое можно сделать с помощью планшета вот в общем как то так значит главное вам нужно чтобы это был . raw файл вот например это вы можете уже скачать но это будет версии 3.2.4 без возможность без возможности обновления но все-таки у вас уже не будет рут прав кроме этого так значит если вы хотите простую прошивку которая не будет сама обновляться тогда вам нужно сделать то что я сказал до этого а если вы хотите чтобы после установки после соединения с вай фай а вам сразу же появлялись появлялись уведомления об обновлении системы все до новейшей и новейшей версии тогда вам нужно сделать следующее попасть сюда showtopic 494763 опуститься вниз и увидеть синим цветом написанные официальные прошивки asus fanpad 7 к 0.0.0 и и здесь есть спойлер asus fanpad 7 по 0.0.0 мы короче версии 3.2.4 android версии 4.2.2 это уже значит что он от версии 3.2.4 будет обновляться до 4.2.2 Если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, то есть, конечно, мне кажется, я именно отсюда качал свою прошивку, которая у меня так и обновлялась от 3.2.4 до 4.2.2. Как вы видите ниже, а я вам еще прокомментирую, что вам нужно сделать сейчас. Но также у вас есть возможность скачать себе просто версию Android вроде тоже 4.2.2, версии 5.1.6. Не знаю, можно ли с нее уже обновляться, еще сам лично не пробовал, но наверняка можно будет. Просто нужно будет качать зипы, как я говорил об этом в других видео. Значит, в этом спойлере инструкции по прошивке. Что нужно сделать? Первое, это нажать сюда. Сейчас, просто страничка грузится, загрузится и все не загрузится. Вот, нажимаете сюда, например, Яндекс.Диск. Яндекс.Диск. Вот, и оно открывает новую страничку. И должно кинуть вот сюда. Видите? Вот. Вот такая адреса. Вот такой адрес. Яндекс.Диск. Мэ. Это самое. 372cg allvvuser. Версии 3.2.4.zip Но, это наверняка RAW файл, который находится в этом архиве. Сейчас. Нет, проверять не буду. Вы лучше проверьте. Уже. Поэтому нужно будет вам нажать скачать. Скачаете. Разархивируете этот zip. И в этом zip должен быть RAW файл. Этот RAW файл вам нужно поместить в файл в корни внешней SD-карты. Потом нужно загрузить аппарат в режим Droid Boot. Для этого выключить планшет. Нажать кнопку PAWO и Volume Up. Кто не знает, это кнопка включения и громкости вверх. Одновременно. И удерживайте до входа в такой режим, когда появится этот Android. Такой зелененький Android у вас появится. Ну, вверху точно будет писать Droid Boot в версии какой-то. Какая там у вас версия. Скорее всего 636. Загрузите аппарат в режиме Droid Boot. Далее. Сделайте Factory Reset. Вам нужно с помощью качельки громкости перейти на пункт Factory Reset. И нажать на кнопку выключения. Тогда у вас сделается Factory Reset. Вы подождете, оно все перезагрузится. И опять загрузите аппарат в режим Droid Boot. То есть, опять-таки, не включайте свой телефон, то есть планшет. Нажмите на выключение и громкость вверх. И подождите. Подержите и подождите. Тогда опять зайдете в Droid Boot. И там будет опция установить с SD карточки. То есть, вот это. Установить с SD. Как-то так оно должно быть. Ну и, конечно же, после того, если все произойдет хорошо, тогда у вас будет новая прошивка без root. Нормальная прошивка, которую можно будет обновить. Если это 422, 324. Или же просто радоваться тому, что вы избавились от root. Все. В общем, как-то так. Спасибо за внимание. Желаю вам хорошо прошиться, как говорится. И избавиться от root, если оно вам не надо. Но еще один способ. Этот топик. 106-4193. В нем вы можете просто нажать на обсуждение. Вот здесь. Ссылка, видите. Вторая ссылка. Описание. Обсуждение. Покупай аксессуары. Прошивка. Вот вам нужно обсуждение нажать. После этого вы попадете вот на такую страничку. 49-47-63. В ней вы видите, что здесь есть всякие разные вещи. А также факт по Android OS. Который нужно всем, начиная всем юзерам, знать. Читать хотя бы. Ну и, конечно, всякие характеристики. Обзоры, фото, полезные ссылки. И вот здесь. Официальные прошивки. Ну, я уже показал вам. Но теперь я еще показал, как сюда попасть. Можно не только с помощью второй ссылки под видео. Это будет первая ссылка под видео. А это будет вторая ссылка под видео. Если вы не хотите нажимать на вторую. И нажмете на первую. На этот топик 106-4193. То в нем вы должны нажать на обсуждение. Обсуждение это и есть топик 49-47-63. Поэтому, как говорится. Прошивайте на здоровье. Надеюсь, мой видеоурок вам понравился. Надеюсь, все у вас будет работать. Телефон у вас... То есть, планшет у вас унрутится автоматически. И все будет хорошо. Вот. Также вы можете что-то поискать на форуме XDA. Вот. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И также вы можете смотреть мой сайт о прошивках, который называется о прошивках blogspot.com Это есть такой блок, в котором я выкладываю свои видео разные. Также описываю разные программы для планшета этого Asus Funpad 7 SD, M3-72CG. И также осматриваю разные обновления для прошивки. Значит, спасибо еще раз за просмотр. Да. Спасибо. Спасибо за просмотр. Спасибо. Спасибо. Спасибо.